ну вот такая теория то есть есть некое событие которое у вас обязательно произошло и вот благодаря этому событию вывод ну не полноценны это такая аналитическая теория которая обязательно существует но несколько лет тому назад нацать когда миша стал развивать эту тему я дружно сказал миша как бы вот мне не интересно играть в аналитические теории поэтому все что я делаю я изучаю счастливых здоровых полноценных людей изучая счастливые семьи я изучаю состояние удовольствия состояние кайфа в том числе состояние самадхи я знаком со многими святыми великими шаманами по всему миру великими колдунами и прочее 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 то есть самый best of the best который есть в топе они обязательно присутствуют сам я все это проходил смотрел на всем этом присутствовал поэтому конечно же мне хотелось бы вам так несколько слов рассказать о том вообще чем вы здесь занимаетесь и для чего это и вот существует некая теория о том что действительно вы такие неполноценные потому что у вас есть какой-то травматичный эпизод то есть если мы просто скажем что она хорошая теория но теория это всего лишь точка зрения то есть она присутствует и мы с вами задумываемся о том что а как же она у здоровых а у здоровых существует один фактор который очень близко находится к медицинскому гипнозу который называется следующий называется амнезия это означает то что действительно если вас обидели то вы можете как ребенок отвернуться забыть сие события забыть настолько что даже в теле на телесном уровне этих переживаний чувств у вас не останется мне не очень нравится психология сразу скажу то есть я сижу и психолога с красным дипломом полгода бью по голове пока из него это не уйдет про остальные специальности даже не буду рассказывать ну вот где-то моя такая задача потому что все что есть более такое но все биологическое в этом плане для чего это делается для того чтобы человек смог иначе суметь воздействовать на кого-то и в основном все что мы видим при подготовке психологов это следующее давайте честно это одинокие женщины очень умные с хорошим образованием но увы не состоявшиеся потому что основная трансляция которая есть при обучении на психфаке это такое четкое местоимение я я что ты откроем еще что-то я я я я я я в результате все настолько наполняются этим я этой гордыни этой самости и прочее прочее что у них теряются непосредственно некие социальные моменты которые конечно же для нас очень важны потому что у нас есть понятие социальная успешность социальная адаптивность и поэтому я сейчас так медленно очень но хорошо перехожу вот к чему конечно же мы с вами все homo sapiens так или иначе на я проверял но не все кое-кто но у нас очень с вами такое странное мы с вами существа которые в действительности во всех остальных homo которых мы убили могу вам об этом рассказать прямо и прямолинейно но нас было очень мало но в отличие от всех остальных homo мы с вами любим объединяться и даже вот здесь когда вы находитесь в объединяйтесь какую-то некую группу неважно по интересам по каким-то по каким-то научным по национальным признакам по религиозным принципам и дальше бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла но в homo очень любит объединяться поэтому у нас есть города все остальные так не могли сделать поэтому мы всех победили и вот это качество где мы с вами любим объединяться конечно же мы используем тем что если у вас нет какого-то навыка какой-то особенности какого-то переживания какой-то уникальной структуры то вы вам будет сложнее научиться вам будет сложнее осознать этот навык и поэтому конечно же у нас есть великий могучий человек вот он здесь что ты а теперь василий да и он вам транслирует некое состояние то если бы вы были где-то в ашраме и был бы так то есть когда мне по обычные ученики кого-то привозят святого это есть один учитель вот он как эталон и на этот эталон начинают равняться этот эталон намного важнее чем его книги чем его фильмы чем смотреть его в инстаграме и прочее прочее потому что все что вы можете чаще всего научиться это от того что вы находитесь рядом с человеком у которого есть определенный дар или навык сейчас я перейду к практической части для того чтобы научиться есть следующие моменты которые у нас с вами заложены так как большинство из вас наверное как обычно психологии физики кем-то и тишники еще что-то ну как бы у инженеры то есть которые хотят не но эти синюшные бледнюшный вот и все что ем вы хотите одно такое женское слово которое существует это женское слово мужики часто им заражаются понять и вот я легко могу определить кто заразен кто нет потому что пойми ты то есть пойми пойми то есть совершенно глупейшее слово просто не работает и даже если мы с вами спросим нобелевского лауреата по математике то есть понимаешь ли ты математику навряд ли он нам ответит он скажет да я разбираюсь математике и мне любопытно дальше это делать но точно он не скажет я понимаю поэтому когда вы ставите перед собой задачу девочки это слава богу то есть чтобы есть поэтому вы можете ставить мальчиком не стоит но у нас есть такой механизм который есть это любопытство и вообще homo sapiens это существа очень любопытные то есть они все время куда-то лезут что-то изучают еще что-то и вот это любопытство это большая ценность это такой определенный навык это определенное состояние которое есть и первое для того чтобы нам стало что-то любопытно нам важно решить то есть так решает ваш мозг это угроза или это не угроза то есть вы принимаете такое решение и буквально где-то за ноль-две секунды у вас выделяется определенный гормон я знаю ты любишь гормонах поэтому я тебе да 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 я выделяется такой гормон который называется окситоцин я не случайно вам рассказываю об этом гормоне потому что он связан именно с дыхательными практиками и когда вы делаете вдох чаще всего то есть у нас есть симпатическое пара симпатическое дыхание которое мы используем там для медицинских целей но когда вы вдыхаете там находится определенное нервное окончание которую у нас когда говорят нервные клетки восстанавливается такой небольшой участочек он там присутствует то есть вы улавливаете это вот отсюда там они подают радостно сигналы и окситоцин имеет двойное действие ты тебе сейчас это понравится история первое когда вы улавливаете этот запах вы определяете это мой человек он ко мне принадлежит это часть моего мира да или это все какаха какаха и тот же самый окситоцин действует прямо противоположную сторону то есть вы наоборот радостно считаете что это вражина что это аномалия и если его сбросить под поезд то таких сильных переживаний у вас нет поэтому как бы в психологии вы помните когда девочка кого-то разрубляет она говорит это не мой человек то есть прости меня ты сколько с ним прожила то уж не знаю что с ним переделала и это вдруг не твой человек то есть логики никакой но и слава богу важно же понимать поэтому это присутствует поэтому конечно же даже для семейной терапии мы используем окситоцин окситоцин у нас чаще всего выделяется когда человек потеет тогда это очень интенсивно и если очень слабое выделение окситоцина то в основном что происходит если слабое выделение окситоцина то вы в основном будете принимать решение головой это вам очень сложно создать такую монопару которая есть потому что когда вы рождаете ребенка если вы помните он пахнет булочками молочком вы берете мое мое и вас включается масса каких-то биологических вещей и поэтому когда вы встречаете человека где-то за 0 2 секунды ваш мозг принимает решение это ваш человек или не ваш человек то есть вот вы подошли где-то вот так вот обнюхали или просто да вот но под хвостик нюхнули запах бочковой селедки посылаете к коже венерологу то есть если если естественно у вас вам нравится у вас есть приятный запах то так или иначе в ведь это мое это мое это мне подходит и поэтому конечно же этот ресурс мы с вами принимаем для того чтобы вы покушали и порой мы запускаем эти механизмы при расстройствах пищевого поведения это при семейных парах потому что я так и называю семейные отношения ну и порой диагностируем это трех пуков 7 3 почему 3 но потому что понимаешь когда первый раз кто-то портит воздух все такие не это же нельзя только фиалки то есть этого не существует любимые это не делают до 2 то есть это уже нас фаза такая близкая еще что-то второй раз все начинают смеяться ха-ха ха 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 ты тупну ха 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 а третий раз ты знаешь да то есть это уже когда семья на грани боже зачем это мы как ты мог и могу выйти прочее пророче вот как бы можно диагностировать отношения по элементам трех букв все клику святых то есть это же это нормально и по и на и поэтому я вот сейчас у вас здесь вы есть да то есть и вот вы так уже стали принюхаваться на третий день и поэтому конечно же часть каких-то дыхательных практик или еще что-то мы просим обязательно делать через но через нос и если вы замечаете то все что есть когда это очень легко определить когда я улавливаю чей-то запах мое лицо либо делается вот таким либо но расцветает и вот даже вчера когда миша там проводил терапию да с кем-то то есть я обычно таких вижу целое отделение под различными препаратами то есть вот они сидят улыбок у них нет еще что-то вот они так то есть как будто что-то там просто прям запахи самые отвратительные на свете и основная задача которая есть терапевтической сессии или еще что-то это направит на то чтобы человек разулыбался на то чтобы он почувствовал вот это добро добро потому что мы помним мы хомо сапиенсы если он будет выражать другое выражение лица то соответственно в нас что включится самый естественный механизм который называется агрессия поэтому конечно же часть научных исследований идет мы изучаем святых часть научных исследований идет на то что мы изучаем с вами социопатов потому что в биологическом плане вот социальном плане они тоже важны это люди которые ничего не чувствуют то есть у них нет ни сострадания не ищу и в основном когда вот ты приходишь на психологический вкус что ты хочешь я хочу спокойствия перестать что-либо чувствовать или еще что то то есть ты говоришь ну молодец сейчас давай пятки буду прижигать ты просто перестань перестань чувствовать еще что то ну то есть маловероятно эти механизмы которые бы себе человек так способствовал развитию то есть для чего ты что к войне готовишься или еще тому подобное и поэтому все что есть применительно лечебное это то что вы находитесь здесь чаще всего люди хотят быть добрыми конечно 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 вот да но в основном это не особо получается идут какие-то эмоциональные проявления и хороший специалист да то есть он показан таких рабочих ситуациях конечно же я не занимаюсь особой духовностью я не занимаюсь особенно каким-то моральными аспектами то есть научной точки зрениями это не особо интересно все что я дружно занимаюсь как способствует тому чтобы человек был здоровым как способствует тому чтобы у него было долголетие молодость или как способствует тому чтобы у него был социальный успех другие вопросы морально-этического спектра меня мало интересует но я их все равно задаю и она заключается чаще всего в том контакте который мы испытываем к другим людям другим объектам при другом приближении и поэтому если ты помнишь да то есть нужно встать вставай вставай все что есть да вот я к нему приближаюсь но все 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 что есть это означает я примерно сокращаю дистанцию то есть на какую дистанцию вы можете подпустить человека спереди или сзади а если он еще встань на колени а если я еще и выше его да давай руки меня не оставай вставай все честно вот да посмотри на меня и все что дружно я проверяю да вот когда он в такой позиции а я высокий вот да проверяю какие у него складываются чувства ну то же самое приподнимайся да то есть когда там кто-то вам говорит попросите прощения то есть вот это из иди про упрости всех до грехи ваши рассеяться или еще что то же самое то есть что он испытывает когда я нахожусь такой позиции и вы помните что люди меняются или я нахожусь сзади и вот эти вещи они чисто биологические или физиологические когда я нахожусь вот здесь и он чувствует когда он не один а у него есть семья что он испытывает и чувствует то есть когда они есть не просто местоимение я а когда есть местоимение мы и вот это мы да какое дает она ощущение какое дает чувство но я сейчас роман сделай вдох и выдох давайте чуть сюда развернемся еще раз вдох а теперь все что есть какой-то вкусный запах вот еще раз вкусненький кто-нибудь оглянулся такая посмотрел давайте кто-нибудь ну возьми кто-нибудь давай помни мертвые не потеют давай катюшка то есть подожди вот как катюшке был употреблен вот этот глагол какой ну обычный русский давай в общем катюшка ты сейчас будешь что-то ему давать я не знаю чего давай понюхай слышите голос нормально хорошо еще что-то присядь как катюш жена ваша родная царевна будур не так он нюхал же не при мне тебя нюхал подожди стой друг напротив друга и в понюхаю еще еще сейчас заметил разница вот и поэтому разница очень проста спасибо иди то есть если вы замечаете что когда когда а тебе когда человек чувствует что-то он глазами то выбрал катюшку да то есть там на то что понюхну нюхнул пару раз и такой ну йогой пахнет жена же здесь не ты знаешь есть вещи которые не скрыть очка меня ты нюхал при жене природной это ничего а тут ты взволновался то есть и когда ты не твоё тело подается вперед вот это ощущение рядом мы засыпаем и дело не в том что катюшка пахнет как-то не так а дело в том что когда вы делаете вдох у вас определенным образом становится активная иммунная система ну то есть есть работы где нервная система приблизительно там у нас очень пересекается с иммунной системой достаточно сложная система но все что она делает где-то на нам идет на пользу где-то найдет нам на вред но вы так сложено эволюционно заложено что когда вы кого-то обнюхиваете вас включается определенный ресурс ваш организм дает сигнал на то что это вам подходит или не подходит не то что вас вызывает эректральную функцию в том что действительно вот это микрофлора бактерии грибки иммунный статус действительно ли он справится если вы сблизитесь ближе с этим объектом на будущее да и поэтому как внешне когда мы например увлечим чаще всего примыскуете это однотипно прерывающие половые связи да то есть из ваш почему я так чувствую плохо мы скажем сколько у тебя было партнеров и если они достаточно часто иммунитет не успевает сработать человек попадает депрессию потому что ему надо чтобы иммунитет его отработал и сделал и как психо неро иммунолог тебе дружно рассказывал о том что это реакция вдоха если вы вдыхаете нечто приятное то вы таким образом даете своему иммунитету возможно что активировать его или наоборот да 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 то есть вы можете работать на половину силы для чего для того что иммунная система у нас имеет такой статус если например она встречает какой-то вирус то и она с этим вирусом справляется то есть на это идет у вас силы на этой у вас идет часть вашего энергопотенциала и прочее прочее и если это действительно она может с этим справится он справляется если не может с этим справиться она блокируется и как если это очень много всяких вирусов то вы становитесь ослабленными слабыми ленивыми и бла 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 психологический факультет меня особо в этом плане интересуют то есть какие-то задачи или еще наверное у меня нет цели или прочее ты говоришь может и батенька мазок сдашь то есть мы посмотрим они будем искать психологические этюды все что есть да то есть иммунная система имеет такой статус что когда она начинает справляться с чем-то да ему нужен ресурс ему важен потенциал и поэтому я сейчас попрошу то же самое сделай вдох и если вот он начинает улыбаться еще чаще я я терся просто понимаешь от кого поэтому сейчас вам будет очень интересно давайте мы сделаем это упражнение оно такое как найти хара хаотическое бролевское движение большинству мальчиков мы лечим естественно отпор на зависимости почему больные люди представляете они смотрят на какую-то картинку и эта картинка у них вызывают какие-то чувства и поэтому конечно же ну в действительности глупость да вот представь вообразите мы кого-то то есть и все что они делают они занимаются там по именно мозгом то есть вот у них все возбуждение еще еще и поэтому для нас очень с вами ценно когда мы не слушаем аудиосигналы а когда человек видит именно видеоряд например вы кушаете и включаете телевизор или еще что то вот эта картинка вызывает у вас эмоциональный отклик в определенное гормональное перестроение и так устроена картинка вот она на это предназначена и поэтому чаще всего когда вы замечаете instagram какие там картинки ну то есть вы заходите к больным там они черно-белые всегда с английской подписью еще что-то у кого-то не яркие картинки насыщенные картинки и тому подобное и когда мы с вами берем например эндоген на депрессию то есть я попрошу вас закрыть глаза я попрошу вас оказаться там давайте вы идете по лесу в темном лесу видеть там еще что-то найдите кустик под этим кустом лежит какая-то ваза в этой вазы есть ресурс наполнитесь этим ресурсом вот этот детский сад штаны на лямках то есть то половина из вас либо что-то не увидит ну какая-то часть либо увидеть черно-белых тонах серых тонах либо очень не ярких и поэтому конечно же когда мы берем с вами практические задания особенно связаны с дыханием меня интересует не то как вы дышите а скажем там насколько интенсивность вашей галлюцинации которая вас присутствует насколько она яркая насколько она контрастная насколько она четкая как она прорисовывается вашем мозге если по нас с вами с романом и мы говорили бы о ну то есть ты бы их повел куда-то радостно самадхи да то есть ты помнишь да там взял бы кого-то и он сказал я хочу приблизиться к реку ты ему говорил ну хорошо батенька делаем тебе искусственный психоз ты бы запер бы его в темную комнату где бы он остался наедине своими галлюцинациями и у него начались бы через некоторое время потому что он не понимал бы было бы нарушение дня и ночи и его бы начались бы уже зоны бодрствования и зоны сна кока как у алкоголика у которого нарушается всегда сону такая белая горячка и он стал бы галлюцинировать видеть богов или каких-то людей или кто-то перевыезжал кто-то еще что-то и вот он был бы в этом психозе и этот психоз это психотическое состояние да то есть он бы вот таким образом смог бы пройти если бы у нас не было бы темной комнаты и мы бы не занимались гестапо то мы бы использовали различного рода наркоделические вещества да и слава богу сейчас если вовсе по всему миру там это было запрещено то сейчас у нас проводится исследование уже где-то года два в институте хопкинс это такая альма-матер научной медицины которая есть где-то семь с половиной миллиардов долларов там хороший фон где-то около миллиарда это только военные разработки и вот институт хопкинс окраса занимается изучением психоделиком это как 50 60-е годы если вы помните гров дыхательные техники лсд да вот и вот это все и так как естественно все кто ученые радостно занимался лсд и прочими прочими они у нас стали харе кришну харе рама то естественно научный мир прикрыл всю эту лавочку потому что это больше стало напоминать секты это больше стало напоминать какой-то духовный путь и но к науке это не имело никакого отношения потому что с научной точки зрения на то чтобы проверить какое-то исследование необходимо какая-то выборка необходимо активная плацебо необходимо различного рода группы необходимо на то чтобы бы это было длительно посмотреть какие у нас к этому идут предпосылки и прочее прочее для того чтобы даже человека отправить наркотический трип с ним три недели работают психиатры психотерапевты группа отбирается и в основном она проверяется даже когда здесь опрашиваем для лечения социальной тревожности у термальных больных то есть но у онкобольных и прочее прочее вот таких вот групп потому что эти люди которые принесли такую встречу со смертью у них есть переживания эти переживания порой не проходит они присутствуют и с помощью этих наркотических средств и с помощью вот этих состояний пытаются решить эти задачи и ты помнишь что выделяется определенная молекула которая выделяется в основном чаще всего у человека во время сна ой господи во время смерти где при проносится вся вот это вот жизнь перед ним где человек видит себя со стороны не сочтитесь за рекламу о я лавке это детский сад яичница то есть но это совершенно разные вещи мы с тобой знаем что хороший трип он всегда идет только при мастере это здесь дело не в наркотических веществах здесь дело в том кто тебя сопровождает в этом деянии и поэтому для того чтобы вы нашли себе того кто вас может сопровождать это не потому что он такой умный или такой замечательный или еще что то давайте все-таки с вами обнаружим некий фактор который для именно для вас вас не обманет это нравится вам запах или нет окситоцин имеет такое средство у детей мало в паза прессина который дает вот это объединение это еще такой один гормон ты не изучал вот фаза прессина идет вместе с окситоцином и вот а у взрослых его достаточно много и поэтому это дает вот это состояние монопары это дает состояние объединения это как у футбольных болельщиков чувство единства это еще и поэтому вот сейчас попробуйте просто подвигаться даваем какую музыку включим прям походите и понаходите кто вам по запаху нравится и очень интересно определите в ответ то вы нравитесь по запаху или нет то есть совпадает это пара или не совпадает давайте приподнимаемся чего на попе сидеть и я прошу вас как диагностику использовать конечно физиологические изменения потому что эта физиологическая реакция это тело улыбается краснеет ли как женщина при овуляции то есть идет ли у нее такая реакция или это бла-бла-бла-бла-бла-бла хорошо рома включает музыку какую-то я вам сейчас на телефоне включу без разницы поверьте мне две женщины также прекрасно как и двое мужчин поэтому давайте подвигайтесь и понюхайте свои и еще кто-то вот просто по да вы же кого-то встречали подойдите подышите через носик уловите это запахи как то пахнет я да 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 подвигайтесь подвигайтесь да 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 Продолжение следует...